Погибли на месте. В Зеленодольском районе поезд насмерть избил 25-летнего парня и 8-летнюю девочку. Как выяснилось, молодой человек работал в семье девочки отделочником, делал ремонт дома. За несколько минут до трагедии мужчина пошел в магазин, взяв с собой и дочь хозяев дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их и на улице, и на кассе магазина. Они сделали покупки, мило общались, но обратно уже не вернулись. Все подробности трагедии расскажет Сергей Хайдаров. Железная дорога, поселок Октябрьский. Родители погибшей девочки не могут поверить в произошедшее. Несколько минут назад их 8-летняя дочь была жива. Сильный удар, и вот ее бездыханное тело уже лежит у железной дороги. Рядом тело 25-летнего парня. На месте трагедии работают следователи, полицейские и железнодорожники. По словам последних, все произошло ближе к 7 часам вечера. Парень с девочкой переходили железную дорогу в неположенном месте. Всего в 100 метрах от безопасного подземного перехода. К слову, неподалеку есть еще один. Машинист электропоезда дал по тормозам, но это людей не спасло. Подавал громкие сигналы, но люди не реагировали. При этом при приближении поезда в самой непосредственной близости, когда машинист уже не мог среагировать, взялись за руки и шагнули прямо в середину колеи. А эти съемки сделаны за несколько минут до трагедии. Камеры наблюдения зафиксировали, как парень и девочка направляются из дома в сторону магазина. К нему можно было пройти, как раз перейдя железные пути. Объектив камер их заметил и на кассе. Там они достаточно доброжелательно общались и сделали мелкие покупки. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Следователями изучены видеозаписи с камер наблюдения зафиксировавших поход мужчины с девочкой в магазин. Также проверяется информация о том, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек работал в семье девочки-разнорабочим. Помогал с ремонтом дома. Судя по видеоматериалам, погибшая ему доверяла. Сейчас проверяются все версии причин трагедии, но в качестве одной из основных рассматривается несчастный случай. У нас только в 2017 году было 52 случая травмирования наезда подвижного состава или поражения электрическим топом. При этом в 37 случаях люди погибли. По факту трагедии следователи проводят проверку. В том числе выясняют, был ли погибший молодой человек трезв в тот момент. После получения результатов всех экспертиз будет принято дальнейшее процессуальное решение. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, Вызов 112. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА